Сегодня в выпуске. В столице Башкирии началась подготовка к новогодним праздникам. Невесомые, космичные, хрустальные. В Уфе прошла премьера спектакля «Семь звезд». И Салават Юлаев не смог забить автомобилисту из Екатеринбурга. В Уфе началась подготовка к новому году. В этот раз оборудуют сразу 30 ледовых городков во всех районах города. Уже сейчас для этого начали добывать лед. Нет, вчера спрашивали дети, у нас будут маленькие горки. Я говорю, будут. Они такие радостные. Один только Демский район. В этом году планируют подготовить около 600 таких ледяных плит. Уже половину доставили в парк культуры и отдыха Демский, где расположится центральная елка района, и в сквер Орион. Ежедневно у нас задействованы в данных работах максимальные единицы техники и людей, чтобы вовремя, в срок поспеть, сделать ледовые площадки, соответствующие фигуры, лабиринты и так далее. На сегодняшний день у нас толщина ледяной плиты, в принципе, достаточная. Она составляет от 15 сантиметров. Размеры, параметры плиты достаточны для того, чтобы изготавливать, вырезать. Отполируем, приготовим все в соответствующее городу-миллионнику. Начали обустраивать ледовый городок и возле центральной городской елки на площади имени Ленина. Специалисты горзеленхоза уже приступили к формированию каркасов горок. Их по традиции будет две. В оформлении ледовых скульптур будет использована архитектурная подсветка. Как отметили в администрации города, в этом году к созданию ледовых городков подключились практически все. Кроме того, ледовые городки и елки установят во дворах жилищные организации. Стоит отметить, что были поставлены задачи при обустройстве ледовых городков обеспечить травм безопасной скульптур и конструкции. К общему делу создание в городе праздничной атмосферы также подключены муниципальные предприятия, организации различных форм собственности и предприниматели. К примеру, некоторые предприятия торговли уже установили елки на своих площадках. Кстати, в этом году Уфа стала одним из самых привлекательных городов для туристов, планирующих новогодние поездки. Об этом рассказали эксперты с сайта ТУТУ. Так ли это на самом деле, узнаем уже через месяц. Анастасия Ходик, Сергей Ямаев, городской телеканал ЮТВ. Вот так шумно и ярко стартовала пятая крупнейшая в Приволжском федеральном округе выставка-фестиваль «Уфа-ладья» арт-ремесла-сувениры. 350 мастеров-ремесленников съехались из 48 районов Республики Башкортостан, 19 регионов России, а также Белоруссии и Узбекистана. В прошлом году Бирский центр ткачества «Шелковый путь» стал урядом республиканского фестиваля-конкурса «Башкирская шаль», проходящим в рамках выставки «Уфа-ладья» ежегодно. Андрей Кырчиков рассказал, что пришел в коллектив три года назад и занимается изготовлением новых ткацких станков и реконструкцией старинных. Я тку сам. Чтобы сделать хороший станок, надо понимать, как он работает. В общем, очень разнообразное все. От половичков до шалей. Одна женщина у нас на собачьем пухе специализируется. Ну а половички там из чего угодно, начиная от веревок, от бельевых веревок, вплоть до полиэтиленовых мешков. Дим Мужаверов из Училинского района тоже столкнулся с нехваткой инструментов, но на этот раз музыкальных. После обучения игре на Курае в училище Академии искусств в Уфе он вернулся в свой район, чтобы обучать детей в кружках и музыкальной школе. Кураев теперь ему нужно было много. Дим делает их из шпона. Одно изделие требует три дня работы. Решил попробовать сделать сам. Ну и в итоге через года полтора эксперимента у меня получилось. И как-то превратилось это, как-то и доход начал как-то приносить, и мои дети, получается, без Кураев, они не пропадают, у них всегда есть свои инструменты. А эти необычные музыкальные инструменты работы Никиты Михайлова, мастер артели ВЯЗ Архангельского района. Несмотря на то, что сам Никита русский, он из архлатышского сельсовета и с латышской культурой знаком не понаслышке. Либо на две струны, либо на одну струну. То есть вот. Это финский способ игры, это шведский. Ладья продлится в ДНХ-экспо до 30 ноября. В программе мастер-классы выступления фольклорных и танцевальных коллективов «Круглые столы». Организаторы отмечают, что выставка-фестиваль – это часть подготовки ко всемирной фольклориаде, которая пройдет в 2020 году в Башкирии. Юлия Абдулина, Алина Таюпова, Эльдар Каемов, городской телеканал ЮТВ. Современная хореография, электронная музыка и песочная анимация. Спектакль «Семь звезд» показал совершенно новый взгляд на старинную легенду о семи девушках. Вначале окунаем девушек в современный плен, в урбанистику. Они находятся на швейной фабрике, они ткут, выполняют механические движения. Но потом они находят свои корни – это волосы, волокна – и вспоминают, кто они есть на самом деле. Здесь появляется и цвет, и меняется музыка, и они возвращаются к своему роду, к истокам. Автор проекта Верения Белоусова признается, что для нее история девушек, выходя за рамки традиционной легенды, воплощается в ином смысле. Они невесомые, космичные какие-то, хрустальные. То есть они у нас как некие, может быть, богини предстают. И то одну оболочку приобретают, то другую, то третью. И хотелось расширить взгляд зрителя на эту легенду, что это не просто семь девушек, что это некие существа божественные. Магуля Мезинова и Рустам Имамов отвечали за электронную музыку. Они рассказали, какую роль она играет в хореографическом спектакле и помогает ли раскрыть его смысл. Главное тут чувствовать хореографа, его почерк. Мы сами с Рустамом ходили на занятия, занимались, мы сами танцевали, чтобы больше прочувствовать. Специально, чтобы прочувствовать, какая музыка нужна для танцев, мы попробовали на себе эту хореографию чуть-чуть. В самом начале, например, электронная музыка звучит, и звук как бы заевшей пластинки. То есть это то, что вот есть грань свободы и несвободы, и девушки не могут как бы через нее переступить вначале. Они пытаются куда-то пройти, и этот звук останавливает их. Они не могут переступить этот барьер на пути к свободе. Это больше про атмосферу, про то, как вот в эту легенду, в эту канву какие-то урбанистические моменты получилось вести. Ну, как бы, немножко иногда она и приземляла. Спектакль увидел свет благодаря гранту Всероссийского форума Тавриды и совместной работе всех участников постановки. Подобные проекты выбиваются из традиционной драматургии и вовлекают зрителя в совершенно иной мир метафоры и подтекстов. Глеб Безбородов, Никита Бычков, городской телеканал ЮТВ. В гости к Салавату Юлаеву пожаловал автомобилист из Екатеринбурга. Уральский клуб начал СИЗО с 18 побед подряд. Однако в последних шести играх у автомобилиста всего одна победа. Такие результаты соперника для уфимской команды не повод расслабляться. Оборона уральцев крепка, а новички команды Доус и Секста на двоих забросили 30 шайб. Но атакующий хоккей болельщики увидели лишь к середине третьего периода. Всю мощь нападающих автомобилиста на себе испытал вратарь уфимцев Юха Мэтсела. Юлаевцы ответили резким выпадом только к концу периода. Шайба прошла рядом со штангой. Первый игровой отрезок окончился нулями на табло. Гости перебросали юлаевцев в два раза. 14 против 29. Почему не хватало? На самом деле сейчас тяжело сказать после игры. Прямо сразу после 10 минут, после того, как игра закончилась, надо посмотреть, проанализировать игру завтра, я рад вам скажу. Николаю Цулыгину нужно было вносить коррективы здесь и сейчас. Однако изменился только счет. Не в пользу Салавата. Салавата ответил агрессивными атаками. За воротами Коваржа уже зажегся свет. Однако забить уфимцы не смогли. Как и найти общий язык с судьями. Владимир Жарков получил двухминутное удаление за подножку. А еще 10 минут за разговоры с арбитром. Большинство уральцы не реализовали. Зато были близки ко второму голу. На последних минутах звон штанги стал сигналом к серьезному разговору в уфимской раздевалке. А вот уральцы своей игрой могли быть довольны. Мы выполнили тренерское задание. Играли строго от обороны. На контратаках поймали соперника. Чуть не везет где-то. Работаем, стараемся. Старания игроков автомобилиста не прошли даром. В начале третьего периода Анатолий Голышев забивает второй гол. Юлаевцы оставили в стороне нестандартные розыгрыши и пошли в атаку с открытым забралом. Алексей Семенов взял инициативу на себя и помог команде отыграть одну шайбу. Только вот судьи решили пересмотреть момент с забитым голом. После консультации арбитры приняли решение, которое пришлось не по душе уфимской публики. Незащитная шайба разозлила игроков Салавата. Но спортивной ярости не хватило для забитых голов. Уфимцы проиграли автомобилисту и дома, и в гостях. Защитник уральцев Алексей Василевский очень просто объяснил успех команды. Молодцы ребята. Все пластались, старались, ложились под шайбу. Вот и результат. Юлаевцы должны найти баланс между голевой феерией и засухой. Должно быть желание забить. Это вот, не знаю, кайф. У всех причем. Ну, сегодня... Да я не знаю, что вам сказать еще. Уже 29 ноября Салават Юлаев сыграет с одним из топ-клубов Востока – Магнитогорским Металлургом. Начало игры в 7 часов ветера. Андрей Шарыгин, городской телеканал ЮТВ. Здраво. Меня зовут Мир Коздравич. Лунный заговор до сих пор слушать темы для обсуждения. Даже спустя полвека после высадки. Сторонников того, что американская нога не касалась поверхности Луны, и сейчас лихвой хватает. Стоп, снято. Ты не Лармстронг. Эй, подожди-ка, ты же должен быть на Луне. Только что по телеку показывали. Ну, знаешь, задержка видеосигнала, ну и солнечный ветер. И вроде бы научное сообщество факт присутствия человека на Луне признает. И даже Алексей Леонов, который на минуточку первым в мире вышел в открытый космос, по поводу американцев высказался так. Что бы вы сказали тем, которые говорят, что американцы не были на Луне? Я бы сказал, что это необразованные люди. Но вопрос в 50-летнем споре взялся поставить глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в недавнем интервью. Мы такую задачу поставили, полететь, проверить, были ли они. Они говорят, что мы проверим. А тем временем пользователи интернета встретили новость неоднозначная. Некоторые спрашивают, насколько крепко ударит по бюджету подобная проверка. А другие говорят, мол, чтобы проверить, туда ведь надо еще долететь. А у нас ракеты падают. Хотя Рогозин уже давно нацеливался на освоение Луны. Вообще-то, если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом. Четыре года назад Рогозин уже заявлял, что Россия собирается, цитата, «прийти на Луну навсегда». В декабре того же года он в планах усомнился. А в 2015-м Роскосмос и вовсе убрал проект базы на Луне из космической программы. А совсем недавно Рогозин снова поделился планами на посещаемую Луную базу, где вместо людей будут роботы-аватары. В науке гадать нельзя, Барри. Есть ответы правильные и неправильные. Люди на Луну не наугад летели. Но пока вместо технологичных аватаров снова неисправности. Недавно стало известно, что два спутника с дистанционного зондирования вышли из строя не отработав положенного времени. А глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Роскосмос – рекордсмен по части финансовых нарушений. Он отметил, что несколько миллиардов, по сути, сворованы. Хорошая версия. Многое объясняет. Что же касается Луны, глава комиссии Ирана Евгений Александров в комментарии «Говорит Москва» посоветовал главе Роскосмоса более детально изучить эту историю и назвал разговор о недостоверности американской миссии полной глупостью. Хотя, согласно летнему опросу в ЦИОМ, больше половины россиян теорию лунного заговора все же поддерживает. Ты летал или не летал? Ну не летал. До скорых встреч. Министерство экономического развития планирует закупить пассажирские автобусы на сумму около 700 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. Планируется закупить 74 транспортных средства большой вместимости. При этом год выпуска автобусов должен быть не ранее 2018-го. Поставщиков определят на аукционе уже 17 декабря, которые до 31 декабря должны будут выполнить все условия контракта. Деньги на покупку автобусов выделят из республиканского бюджета. Передаст ли Госкомтранс новые автобусы Баш автотрансу, пока неизвестно. С начала года судебные приставы взыскали с жителей Башкирии более 20 миллионов рублей по неуплате за капитальный ремонт. И более 13 тысяч исковых заявлений ждут рассмотрения в суде. При этом региональный оператор советует не доводить дело до суда, так как после судебного решения к сумме основного долга приплюсует исполнительный сбор. Также должнику придется оплатить и судебные расходы. В случае невыполнения требований к должнику судебные приставы примут такие меры принудительного исполнения, как вскрытие помещения с возмещением расходов по вскрытию, а также привлечению к административной ответственности. Обед бобра попал на скрытую видеокамеру в Национальном парке Башкирия. Как рассказали сотрудники парка, эти полуводные млекопитающие предпочитают ночной образ жизни. Они питаются корой и побегами деревьев, предпочитая осину, иву, тополь и березу. Также они не прочь полакомятся травянистыми растениями, такими как кувшинка, кубышка, ирис и тростник. Отметим, всего на территории Национального парка Башкирия насчитывается более 15 бобровых поселений, в которых проживают по 2-4 особи. Поздно вечером на Советской площади уфимские любители поддать газку и дернуть ручник отказались подчиняться сотрудникам ГИБДД, которые прибыли разогнать участников несанкционированных заездов. На глазах у инспекторов ДПС гонщики организовали круг протеста. Усмирить их пыл удалось приехавшим сотрудникам ППС. А для того, чтобы инцидент не повторился, Советскую площадь посыпали песком. Это был короткий роман любви моей. Я не знаю, если вы знаете, как они живут в Токио. Если вы видели, и вы имеете в виду, то вы знаете, что вы должны идти. Постоянно вечером. Дринф, дринф, дринф. За минувшие сутки на дорогах к Башкирии зафиксировано 17 аварий, в которых 26 человек получили травмы. Днем в Бурзианском районе близ деревни Магадеева столкнулись Киа-Сол под управлением 59-летней жительницы Обзелиловского района и Митсубиси АСХ, за рулем которого находился 33-летний Уфимец. В результате аварии госпитализированы две женщины из Киа. Также в больницу доставлено два пассажира Митсубиси. А в Уфе в очередной раз попытка проскочить перед потоком автомобилей закончилась аварией. На кадрах с камеры Уфанет видно, что горит зеленый и вроде бы все происходит в штатном режиме. Как вдруг водитель светлого седана резко выворачивает руль налево и дает по газам прямо перед приближающимся собратом. В результате ДТП, потерянное время и деньги. Перед тем, как совершить тот или иной маневр, подумайте, стоит ли этого выигранные вами секунды. Редактор субтитров А.Семкин